Позвольте спросить, что он имел в виду, называя Россию ревизионистской? Ревизионистская Россия? Да, что он имел в виду? Министр обороны? Да, господин Хеггел. Я думаю, он хотел сказать, что намерения и мотивы России напоминают славные дни Советского Союза. Хорошо. Он также заявил, что ее армия, имею в виду российскую армию, на пороге НАТО. Как так? Разве не логично предположить, что причина того, что российская армия находится на пороге НАТО, заключается в расширении НАТО, а не России? Другими словами, НАТО приближается к России, а не наоборот. Разве не в таком ключе стоит рассматривать эту ситуацию? Думаю, президент Путин так ее и рассматривает. Определенно, мы видим эту ситуацию по-другому. Вы не считаете, что НАТО расширяется на восток по направлению к России? НАТО расширяется. Хорошо. И расширение имеет большое значение. Итак, российская армия стоит на пороге НАТО не потому, что это ее вина, не потому, что она сама так решила. Это альянс продвинулся дальше, расширился на восток. Я уверен, что не НАТО приказало разместить в 10 километрах от границы с Украиной до 15 батальонных тактических групп. Я уверен, что не НАТО отправило зеленых человечков на Украину для дестабилизации ситуации в городах на востоке страны. Я уверен, что Украина не входит в НАТО, пока это не изменится. Это не изменилось. Но я уверен, что перемещение российских войск – это решение России. Если НАТО продвигается на восток, причина, по которой российская армия приблизилась или оказалась на пороге альянса – продвижение НАТО. НАТО – это не антироссийский альянс. НАТО – это альянс безопасности. Да, но в течение 50 лет НАТО представляло собой антисоветский альянс. И где Советский Союз сейчас? Неужели вы не понимаете, почему Россия видит в НАТО угрозу? НАТО продолжает приближаться к ее границам, к территории, не являющихся членами НАТО Украины и Грузии, туда, где, по вашим словам, располагаются или располагались российские войска. Не буду даже притворяться, что знаю, о чем думает президент Путин и военное руководство России. Я хочу сказать, что я с трудом получил степень бакалавра исторических наук в Университете Южной Флориды. Позвольте мне заверить вас, что блок НАТО создавался как оборонительный союз. Таковым он и остается. Да, но ведь с тех пор произошло расширение НАТО на восток. Это факт. Совершенно верно. Произошло расширение НАТО. Но это не означает, что расширение нужно воспринимать как некую угрозу или как акт агрессии. Мы уже 15 лет об этом говорим, Мэтт. Но вы же приближаетесь к российским границам, а потом обвиняете Россию в том, что она приближается к границам НАТО. Нет, нет, нет. Но так сказал Хейгл. Мы обвиняем Россию в нарушении территориальной целостности Украины и дестабилизации ситуации в Европе. Украина не является членом НАТО. Хорошо, правда ваша. Есть и другие страны, которые ощущают угрозу и при этом являются членами НАТО. Давайте еще пару вопросов. Пожалуйста, Пэм.